здарова братишки мужские женские сегодня у нас разводы и безумие каждый человек что желает мне зла за это заплатит я дам все что у меня есть но человек заплатит цифры ударили в голову я получил власть которые реально есть беды с башкой на я больной на голову человек я шизик я с моим новым членом команды ради этого ролика сдвинул весь составленный контент план так как был просто обескуражен уровнем наглости и циничности персонажей из ролика ну и потому что в очередной раз я был полностью прав и просто не могу удержаться и не сказать я же говорил я расскажу вам как не глотай всех кинул и оказалось что он не хайповая легенда и рекордсмен как он любил всем затирать кстати у тебя сыночек зрителей в два раза меньше я в отличие от тебя самый громкий сейчас в интернете а просто жалкий накрутчик который вообще сошел с ума после того как его взяли за задницу потом я расскажу интересные подробности про димку бюджета распилыча которые всплыли после разоблачения стаса на него ну и коль мы сегодня говорим про разводы затронем последний выкрутас и ленте блиновской обычно январь-февраль мертвые месяцы на инфоповоды но в этом году всех как подменили хотя тот год тоже начался с безумия иванова и хованского возможно шизики просто к весне готовится ну да ладно мы затягивать не будем смотрим рекламу и в бой реклама у меня для вас есть бомбовая новинка я честно говорят и ком не слышал и даже не знал что такое бывает вы наверняка слышали про рисование красками карандашами и мелом а вы когда-нибудь что-нибудь слышали про рисование нитка нет вот и я не слышал а такое делают уже давно только вот чтобы создать такую картину нужно быть художником а благодаря набору от ринг стринг я сам создал свою картину это новый шаг стринг арте который позволяет каждому собрать собственную картину из ниток по абсолютно любой фотографии причем сделать это максимально расслабившись процесс невероятно прост вы загружаете на сайт ребят фото которые вам хочется отобразить на панно выбираете любой понравившийся макет и получаете инструкцию по сборке картины и начинается самое интересное кайфовое это сборка нитка крепится над панно для понимания куда вести нить доска разделена на сектора с буквенными обозначениями а каждый гвоздь имеет свой номер а инструкция тут голосовая и приятный голос называет сектора и номера куда вести нить причем на фоне будет играть расслабляющая медитативная музыка или звуки природы выбрать можно самому кай справятся даже ребенок мы собрали портрет жены размером полметра на полметра такой набор это универсальный подарок потому что получатель сам выбирает фотографию который изобразит на картине и заказать набор вы сможете на официальном сайте производителя ring string точка ру а по моему промокоду in work покупка станет на 15 процентов приять впереди день святого валентина 23 февраля 8 марта я не знаю почему ты до сих пор продолжаешь сидеть и не готовится к праздникам поэтому быстрее переходи на сайт официального производителя и заказывай реклама окончена ну что начнем самого горяченького если вдруг есть те кто не в зуб ногой что это за ушастая тик ток чудо не коглай то милости прошу сначала к моему последнему пояснительному ролику тут мы поговорим о том как это горе-селеба сам себя закопал и что всплыло наружу по итогу основу ролик макриевского в котором нам популярно объяснили показали что первоначальный толчок хотя это толчком не назвать это прям запуск в стратосферу это чит код в реальной жизни большая часть рекордных цифр на стримах не коглая это банальная накрутка и вот зная это все становится максимально смешно видеть весь этот кич от не глотая вокруг его цифр именно мой онлайн спровоцировал с такими огромными цифрами которые меня окружали тот огромный онлайн то что происходило вокруг меня кстати у тебя сыночек зрителей в два раза меньше я в отличие от тебя самый громкий сейчас в интернете мои цифры я повторяю это 10 влез ими цифрами в тройне забавно видеть как он обвиняет других стримеров называя причину их популярности я построил свою жизнь сам а вы построили свою жизнь коллаборациями с друг другом когда конечно если не считая накрутки единственное что сделало его популярным это стримы с иван зола где он одним перманентно издевался я не знаю что это калиброванное скотство или просто бурная фантазия никоглая я патологический лжец вы знаете что такое патологический лжец это когда я о чем-то вру но когда я об этом вру у меня в голове нарисована картина что это было я вру и по-настоящему верю в то что это было но линия обороны никоглая явно сменилась потому что до выхода разоблачения макривского его бросал из стороны в сторону и он не мог определиться как ему реагировать на это разоблачение в итоге он переобувался в воздухе подговаривая различные подконтрольные паблики публиковать только выгодную никоглая информацию но все это цветочки ягодки шли параллельно никоглая окромя своих страданий в телеге пожалуйста я хочу вас попросить вы можете вы можете не не форсить это не распространять это везде потому что когда все узнают об этом мне станет так стыдно от меня наверно все отвернуться пожалуйста никоглая запугивал окружении родственников макривского пытаясь через портиков физически его устранить у нас как бы есть доказательства где там показывают помните то что у меня машину слили и там ребята еще нашли где у меня адрес как бы этот проживание где я прописана у своих родителей и туда вызвали вот этих спортиков прикиньте там мой младший брат мама папа через день как я заявил о выходе видео случайным образом в одном телеграм-канале начинают сливаться мои личные данные во время звонка маме я узнаю что ей моему отцу и тете целый день вызванивали неизвестные номера эти люди представлялись полиции службами кибербезопасности и угрожали моим родителям что если от моего имени выйдет какое-либо разоблачение то у меня и у моей семьи будут огромные проблемы в частности с законом и угрожал слить документы и даже запостил фото двора дома где я живу по итогу этот гений сделал рекламу этому разоблачению лучше кого бы то ни было сейчас она уже за пару дней залетела на бешеные миллионы даже при условии того что ролик получил 18 плюс его удаляли почти на сутки а удалили видос макривского это говорит о том что люди меня поддерживают и когда все узнали что бешеный рекорд это всего лишь фикция а не глотай просто нелюдь натравливающий бандитов на людей он понимает коля мы больше не сможем делать бизнес мы больше не сможем делать бабки и он выбирает самую избитую стратегию защиты он врубает пожалейку сотого уровня рассказывая нам в очередной раз про свое херовое детство у меня сейчас самая настоящая депрессия такое ощущал когда у меня умерла мама когда мне исполнится 9 лет моя мама умирает в больнице от рака после этого события мой папа умирает от передозировки запрещенными веществами он умирает в ванной в своем доме за один год мой брат проиграл в казино свою квартиру сейчас сейчас за второй год мой брат проиграл в казино мою квартиру то есть первый год свою во второй год мою он проиграл две квартиры за два года в казино после того как это все происходит он набирает дальше долгов вы просто посмотрите какая он на собственном примере знает до чего доводит казино и лудомания и при всем при этом он рекламирует его своим зрителям детишкам регулярно так отмазываться что после пожалейки ты еще больше омерзения начинаешь вызывать ну это талант не ну ты индеец я балде потом никоглай стал понимать этого мало нужно больше жалости на фоне этих проблем с башкой и произошло то что сейчас происходит вокруг нас это вот так грязь что я говорил типа мои угрозы меня реально есть беды с башкой на я больной на голову человек у меня действительно расстройство есть с головой проблемы я шизик я хожу к психологу каждый день вот прям каждый день ходишь или это очередной пи** в который ты поверил я патологический лжец и вообще можно хоть каких-то доказательств этих бед с башкой я конечно понимаю что такому пи**болу как коля соболев вполне себе достаточно слов другого патологического вруна и чтобы вы думали уже во время монтажа этого ролика психологические проблемы были подтверждены самим никоглаем у меня реально есть беды с башкой на соболевом так-то все понятно мы про него еще чуть попозже поговорим он и парки за бабки прорекламирует и мамку свою продаст нам-то с вами нужно что-то посерьезнее окромя просто слов да и вообще если даже и правда беды с башкой это что значит что он теперь абсолютно неприкасаемым может этим что угодно оправдывать если человек представляет опасность для общества а не глотай представляет опасность для этого общества он просто должен быть от него изолирован ну вы сами посмотрите на стриме на котором он пытался пожалейку врубить у него все равно вырывается его сущность и он пол стрима всем подряд угрожал все кто будут пытаться не навредить я не оставлю их без внимания я дам все что у меня есть чтобы человек понял что желать мне зла это самое последнее что ты можешь делать в этой жизни это желать не зла я заставлю человека понять я накажу людей которые желают мне зла я клянусь абсолютно каждый человек об этом пожалеет каждый человек что желает мне зла за это заплатит я дам все что у меня есть но человек заплатит. Потом Остапа вообще понесло, и от стрима реально безумием начал веять. Цифры ударили в голову, я получил власть, которая принесилась моему отцу. Я шизик. И казалось бы, тут ситуация предельно ясна и понятна. Очевидно, я бы даже сказал, ну, на горизонте появляется Вайлджем со своими профессиональными отмазывателями. И по чистой случайности старая продажная гвардия Вайлджема Соболев с приятным Эльдаром выпускают ролики, отмазывающие Никоглая. И мне одному кажется, что ролики эти очень похожи. У Ивана Зола есть возможность выйти из стрима. Его никто на привязи естественно не держит. У него есть родители, которые разрешают ему снимать тиктоки, разрешают ему стримить. В первую очередь это не нам с вами решать, у Вани есть родители. Он в тиктоке зарегистрировался год назад. В общем, представляете, что он там про себя в комментариях читал. Ваня еще до знакомства с Никоглаем активно постил ролики в тикток. Ну и наверняка он читал комментарии, которые были направлены на то, чтобы его как-то подколоть, пошутить над ним. Я когда увидел ролик Соболева, то подумал What the fuck, mother fuck? Тут может быть три причины, по которой этот ролик появился на свет. Первое. Коля тупой. Что, конечно, возможно, но, наверное, все-таки маловероятно. Второй вариант. Это смену образа моралфага-популиста на образ нонконформиста. Что тоже возможно, но зная бурную биографию Соболька. Лет десять назад парк выглядел совсем иначе, будто им никто не занимался, да еще и вход был платным. Больше похоже на правду третья версия, по которой Вэлджем должен пополниться новым ушастым дарованием в скором времени. И этому ушастому дарованию было бы неплохо репутацию отбелить перед вступлением. Других вариантов, почему Соболев предлагает закрыть глаза на преступление взорвавшегося тиктокера? Ну, меня попросту нет. Сложное детство, это, конечно, все печально. Но что-то гасить Эдварда Билла, Кольке, это не мешало. А там детство мое непочтение. И что, мы теперь должны жалеть и ничего не делать с чикатилами, с австрийскими художниками, просто потому, что у них детство было несчастное? Или у них что-то в жизни произошло? Да, Николай? Пизда, Николай. Твой тезка нанимал людей, избить Мокриевского, портил жизнь ему и его родственников? От имени его отца поступали звонки о минировании зданий? И Николай за это должен под шконкой сидеть, а не пожалейки записывать, рекламировать казики, зарабатывать десятки миллионов? Так, фу, пацаны, выдохнули, успокоились, все. Настал тот прекрасный момент, который я обожаю больше всего, когда уже можно сказать, а я же говорил. Я после своего разоблачения на Масленникова еще полтора года назад получил кучу говна в свой адрес от его преданных подписчиков. Мол, я черт, и просто оклеветал Димку, мол, он и правда чуть не умер, ползая по бункеру, пробив себе ногу. Я на тот момент руководствовался исключительно логикой и тем, что нам показал сам Дима. Но мы не видим, как хлестает кровь, которая должна быть при повреждении артерии, даже при условии перетягивания ноги жгутом. Мы видим только, как Дима очень наигранно постановил на камеру. А потом спокойненько себе выбрался оттуда, причем обратите внимание, его жизнь под угрозой, пробита артерия с его ж слов. Время идет на минуты, но он тащит с собой гору камер, все снимает с разных ракурсов. Оттого вдвойне странно, что он не запечатлил на камеру ни скорую помощь, ни операцию на ногу, ничего. Лично мне было очевидно, что это постанова Галима, и тезисы комментаторов, мол, он показал после всего этого шрам, звучали как полная х**ня. Так как этот шрам мог у него задолго до бункера появиться, а потом он просто решил это за свежее ранение выдать. Но, как оказалось, я просто недооценил сущность и желание нассать в уши своей аудитории Масленниковым. Стасу, который давеча подрошатал трубу Димки, слили переписки Масленников, в которых мы видим, что этот лагунишка ради поддержания своего вранья даже пошел на шрамирование и две недели отыгрывал роль хромоножки. Также культ свидетелей Димана любили отмазывать вот такое вот поведение своего кумира в роликах. Мол, он не цикло и не профессиональный трусишка, а так бы вообще каждый бы себя в заброшке повел. А ты бы, петушок-автор, первый бы свои штанишки промочил. Мои-то штанишки, безусловно, не самые сухие, но чего бояться-то Масленниковым? Мы из ролика Стаса и слитых переписок увидели, что Масленников сам из самых обычных мест делает сатанинские притоны, что каждый его выпуск тщательно готовится заранее, а на локации он в окружении команды, а если что-то неожиданно и происходит, то это часть сценария. Если кто-то на него нападает в выпуске, это нанятый актер. Че бояться-то? Мне кажется, все, кто писали мне весь тот бред под тем моим роликом, должны дружненько собраться и написать. Никита-то, как обычно, оказался прав. И лишний раз пересмотрите тот мой ролик «Свежее разоблачение Стаса» и два ролика с канала «Видосы о разводах». А потом уже с чистым сердцем отписывайтесь от Масленникова на... Вы заметили, что мы весь ролик говорили о блогерах из Вэлджема? Я бы задумался, честно говоря. Но пока вы думаете, давайте поговорим о олицетворении понятия ЧСВ в одном человеке. Ленка Леночек, клянусь, как вы знаете, недавно подразъебала себя чуточку на интервью у инфо-цыганки, разоблачающей инфо-цыган. Вот честно, я сейчас в роже плюну. Вольфович, конечно, бы оценил. Черная грязь! Ну и ей, судя по всему, показалось, как-то мало я поднасрала себе за последнее время. Запущу-ка я сериалище? Да какой? Нетфлик соса? Конечно же, премьера блокбастера должна была состояться в сторис. И билетик стоил 10 тысяч рублей. Соответственно, блинанутые адепты купили и преданно ждали этот сериал. Реальность вышла почти как у инстасамки, которая себе кино как-то вот так вот представляла. Смотрите на этот курс, блядь, как он снят. Это кино, это кино. Мой курс надо показывать в кинотеатрах. А Ленка сериалом, стоящим 10 тысяч рублей, назвала обычные свои сторис. Вы там скриньте, она скоро свои лифтолуки по пятере будет продавать. А если псы вам что-то не понравится, вас... Слабанят! Причем Ленка типа такая, я этим дурочкам неблагодарным их десятку верну. Пусть только они мне напишут. Вот только она их забарила, и они ей не могут написать. В итоге десятки целы, инфо-цыгане сыты. Гениально! А еще туда в копилку Ленка начала продавать свою настолку. И смотрите, нормальная такая настолка. Голубенькая. Как думаете, почем она? Ой, ладно, все равно ни за что не догадаетесь. 150 тысяч рублей, мать его! За голубенькую настолку с карточками и кубиками. Там нет макбука внутри, если что. Там только карточки, кубики и жадность блиновской. Да, ударно, конечно, Ленка начала этот Новый Год. Скоро, наверное, выпустят магическую туалетную бумагу от А3 своей невзгоды за 9999. И магическую канцелярскую тетрадку за 2500. А, тетрадку за 2500 уже выпустила. Ну, ждем тогда бумагу. Ну, а на этом у меня все. Обязательно развернуто пишите в комментариях, что думаете обо всем рассказанном мной пи***це. Подписывайтесь на мою инсту и инсту моего пёселя. Да-да, не удивляйтесь, 21 век на дворе. Даже у собаки есть инстаграм. Репостните ролех, поставьте лайк и давайте до скорого.